Кажется, может, я, не знаю, упрощаю, но, грубо говоря, можно же всегда взять какого-то специалиста даже по дружбе. Простой пример, допустим, есть HR, который хочет понять, но не понимает. Ну, наверняка же есть какой-то знакомый, условно, разработчик, я не знаю, кто-нибудь, короче, кто может... Подкачать. Во-первых, подкачать, во-вторых, подсказать, а в-третьих, можно прийти к ТОПу и сказать, слушай, чувак, я хочу разобраться там, типа, вот в IT, что там, кажется, там есть нюансы, вопросы, да, там, типа, к эффективности, да. Хочу разобраться, мне нужен внешний какой-нибудь там senior или team lead просто на два дня, короче, чувак, соседней компании. Можно я возьму вот кого-нибудь там, позову, он придет просто на одном языке с ребятами, чтобы мне лапшу не навешали, он будет сидеть как супервайзер, типа, или где-то подскажет. Ну и все, и как бы, что бы она ни спрашивала у них, там навешать булщит не получится. Может же быть такое? Может быть. Ну, мы это называем верификацией, и мы тоже берем с собой кого-то из, если у нас нет экспертизы, у нас какой-нибудь узкопрофильный специалист, не знаю, киврубез какой-нибудь. Мы кого-то берем и начинаем скринить, потому что будет ровно такая же история. Но смотри, что происходит психологически. Для Чаржа эта история в том, чтобы расписаться в том, что он в чем-то не разбирается и не понимает. А когда ты наемный сотрудник… Ну, он не нужен кибербезопасности, понимаете. Ну, тебе чего надо сделать? Тебе надо обратиться… Смотри, есть такие HR-предприниматели, которые в целом как бы нужно решить задачу, дальше сделают все. Нет проблем с коммуникацией, надо найти там человека по кибербезопасности, пошли, нашли, на соцсети написали, никуда и так далее. И кому-то это комфортно. А кто-то как бы вот не готов к этому, все равно что расписаться в том, что он не знает. Это же надо пойти к собственнику и сказать… Или запросить какие-то деньги, ресурсы. Когда ты… У HR вообще большая боль запрашивать бюджет на что-либо. Собственник говорит, ты что, не можешь… Очень большая проблема. И мы вообще… Потому что HR не всегда умеет на правильном языке бизнесу донести, типа, а деньги-то где? Ты что, сама не можешь это сделать? Вопрос тогда начинает стоять. А ты точно компетентна? А мы тебе точно эту зарплату платим. И там такие вопросы возникают. Вот. Поэтому они такие… И начинают как-то там самостоятельно решать все эти вопросы. Намного легче, когда есть экспертиза в компании, и в компании есть верификатор. Ну, как бы нанимающий. Тогда, окей, у нас вопросов не встает. Ну, как бы она сделала какой-то скрининг, а дальше вот, пожалуйста, по хард-компетенциям вот человек, который как бы отвечает за это направление. А верификатор, он какую-то роль выполняет, должен выполнять обычную операционную в компании, кроме верификации. А вообще это обычный темледы какого-то направления? Блин, ну темледы ангажированы, нет? Ну, типа, ну, в смысле, допустим, ну, они вот темледы ходят курить с, там, ну, либо с CPO, либо с… Либо кофе пить, да, либо с, там, топовыми разработчиками. А там, как бы… А когда HR начнет туда что-то копать, ну, понятно, чьи интересы будут, как бы, доминировать. Ну, смотри, как сейчас, например, у нас там по ряду проектов устроен процесс. Допустим, есть в компании команда андроидов, и они расширяются, да. Мы, как бы, мы можем задать верхнюю уровню вопросы относительно его хардов, но все равно, как бы, принимающее решение будет за, ну, как бы, основным направлением за руководителем гильдии. Получается, что мы можем, как бы, с ним встретиться, понять его опыт, бэкграунд, хотелки, желалки, мотивацию, там, окладную часть и так далее, качество, какие-то основные софты. Вот на это, как бы, у нас сильный клон. Плюс-минус понять, есть ли действительно опыт в этом направлении, но это чисто, как бы, знаешь, такими, как бы, вопросами и больше открытыми, да, и мы просто слушаем, ну, как бы, логично, нелогично. И дальше уже отправляем вот этому руководителю, и он уже принимает решение. То есть мы, с своей стороны, даем оценку, что человек адекватный, нормально коммуницирует, общается. То есть те компетенции, которые вы закладываете именно с точки зрения личностных качеств, они все соблюдены. Вот. Работал, опыт есть, проекты такие. А дальше уже, вот, точка решения, скажем так, в компании. Это хорошо, когда есть, как бы, он точно знает, и он, как бы, уже делает интервью по компетенциям. Стараемся с айтишниками в последнее время вообще уходить, там, от тестового задания и так далее, потому что дефицит, очень мало. Все они обычно уже с офферами стоят. Мы стараемся как можно быстрее просто решить вопрос интервью по компетенциям. Задали вопрос, если все окей, то прямо чуть ли уже не в эфире, сделать ему оффер. Ну, то есть, как бы, сейчас вот так выстраивается воронка. Если же, вот как, например, с продуктовыми командами, когда компания только начинает трансформироваться, никто не понимает, как проверить компетенцию продукта. Ну, да, сходили, послушали пару курсов. Ну, какие точечные вопросы задать? Ну, то есть, появляется опять, как бы, поле для той же самой лапши. То есть, все, чтобы продукт не сказал, он очень красиво, там, послушал, знания есть, но вопрос, как он эти знания умеет применять на практике. И тут уже возникаем мы, которые, как бы, сначала составляем профиль компетенции, там, что у нас продукт, исходя из продукта, должен знать, понимать, и дальше уже, как бы, верифициром может, не может, дело не делать. Дальше даем какое-то уже заключение бизнесу, как бы, ну, брать, не брать, какие есть риски, где нужно подтянуть и вот в какой стадии.